Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос и вы знаете давайте я сперва отвечу вам на сам вопрос а после дам некоторые комментарии по поводу того, что я прочитал в самом тексте. Итак вы спрашиваете как мне донести до своей мамы что у вас есть своя полиция что вы вправе делать все, что вы хотите и ответ на этот вопрос будет достаточно короткий никак никак вам не донести до своей мамы что вы можете делать то, что хотите. Почему? Потому что ваша мама она нацелена и направлена в своем поведении исключительно только на себя может быть она и защищает вас может быть она и проявляет так свою любовь по отношению к вам может быть но то, что она вам вредит это совершенно очевидно и я надеюсь, что вы не будете с этим со мной спорить и поэтому доказывать что-то вашей маме в общем-то не имеет вообще-то никакого смысла потому что что бы вы ни сказали слова здесь не помогут у вашей мамы у вашей мамы есть четкая позиция она эту позицию менять не собирается не будет она ее менять а просто потому что для нее это означает предательство своей точки зрения а этого она допустить не может кроме того у вашей мамы есть явная такая направленность на то, что бы вы были одиноки у вашей мамы есть явно такая направленность что бы вы были ну знаете как что бы вы были одна чтобы вы сложно и эта направленность Она связана с тем, что мама очевидно не счастлива, очевидно, что у нее своя личная жизнь не удалась и она обозлена, наверное, на всех мужчин и, собственно, проецирует эту свою обозленность. Она никуда не денется, потому что по-хорошему с вашей мамой нужно работать, личные консультации с ней нужно проводить, но она не захочет. Она уверена по большому счету в своей правоте и я не думаю, что она будет как-то реально менять свою позицию. Это вам нужно для себя понять. Поэтому у вас есть два варианта решения. Первое. Это понять, что ваша мама не удовлетворена и постараться найти ей направление, которое могли бы как-то ее реализовать. Как-то могли бы ей как-то проявлять себя, чтобы у нее попросту не было, например, энергии на то, чтобы с вами, например, конфликтовать, чтобы к вам приставать. Да, потому что ваша мама, ну, я надеюсь, понятно, она делает это именно по той причине, что у нее есть на это время, у нее есть для этого возможности и она это делает. Именно потому, что у нее есть необходимые для этого средства. Если вы, грубо говоря, сделаете так, что средств у нее не будет, то проблем никаких у вас с этим не будет. Ну, или в любом случае ситуация будет несколько более такой корректной, потому что она не сможет разорваться и делать что-то, например, связанное с вами, да, и одновременно еще самой заниматься. Заниматься чем-то своей вазкой. Вот. Есть вазкой и второй вариант. Это понять, что ваша мама человек несчастный. Ваша мама человек неудовлетворенный. Ваша мама человек, у которого есть большие, огромные, периодные проблемы. И она, по большому счету, своим поведением проецирует эти проблемы на вас. И для нее это единственный способ не погрязнуть в этих проблемах своих до конца. И таким образом можно констатировать тот факт, что вашей маме просто-напросто очень тяжело не выносить. И если вы, поняв это, грубо говоря, сможете не воспринимать ее всерьез. Если вы сможете не относиться к ней как к полнобранному собственному, собственно, вашему партнеру, то я полагаю, что ситуация будет куда более для вас приемлемой, куда более для вас позитивной. И вы сможете совершенно спокойно не обращать на нее внимания. В этом случае вы просто-напросто игнорируете все ее высказывания по поводу молодого человека. То есть один раз вы ей можете сказать, что вот я не буду с тобой обсуждать своего мужчину, например. Я просто-напросто тебе один раз сказал и все. Больше я не буду ничего тобой обсуждать. Вот. Это будет справедливо. Это будет самым грамотным, самым правильным поведением с вашей стороны. И это вашей маме покажет, что, в общем-то, с вами подговаривать, ну, бесполезно. Рано или поздно она это поймет. Только при условии, если вы будете реагировать все-таки адекватно, да, то есть не будете использовать вот, переходим в столичность и не будете показывать ей, что вас это задевает. Потому что, если вы отвечаете ей на ее слова, на ее какие-то поведенческие моменты, то она воспринимает это как слабость и продолжает как-то вот на вас давить. Это то, что вы можете сделать по отношению со своей мамой. К сожалению, вам ее не поменять, вам ее не переделать, это невозможно. Хотя я понимаю, что вам бы этого хотелось. Теперь по поводу того, что я увидел в вашем тексте. Ну, что меня особенно впечатлило, это то, что вы написали своему молодому человеку, я думал, я еду делать аборт, останови меня. Вот это вот, конечно, фраза, ну, я безусловно не знаю, как вы это позиционируете, как вы это оцениваете, но звучит это просто невероятно. То есть вы поддали своей маме на ее требование сделать аборт и требуете от своего молодого человека, который сейчас не с вами, чтобы он вас остановил. Ну, это, вы знаете, вот такое прям превращение ответственности идет себя на него. То есть я своей маме противостоять не могу, я не могу своей маме ничего противобоставить, но вот ты, пожалуйста, меня останови. Ну, ребенок-то не только его, ребенок-то ваш, а вы, получается, ответственности-то за него не несли, и за себя вы, получается, тоже ответственности не несли тогда в тот момент. И ушли вы, когда ваш молодой человек пытался вас свернуть от него тоже. И вот просто хотелось бы здесь у вас спросить, вы чем руководствовались? Вы, откуда такая форма подчинения маме? Ребенок это ваш, это не ее ребенок. Почему вы позволили ей, по сути дела, разрушить ваши отношения? По сути дела, позволили разрушить ей, значит, жизнь своего ребенка неразделенного, да, и так далее. Вы понимаете, это большая проблема именно в том контексте, что вы не несете ответственности за себя. И вот это не желание нести ответственность за себя, в частности, за мудрство, в котором вы не любили своего мужа, и теперь ребенок без отца растет своего. То есть да, я имею ввиду, что, может быть, ваш молодой человек, он, конечно, и будет с вами, но, во-первых, это еще не факт. Ренатые мужчины далеко не так часто уходят от своих сезонов, но то, что вы оставили ребенка своего без отца родного, это, знаете, тоже показатель. И я хочу, чтобы вы больше все-таки уделяли внимание своей ответственности, то есть сами отвечали за свои слова, поступки и действия, не пытались, чтобы кто-то за вас решал ваши проблемы. Молодой человек, мама, кто-то еще, понимаете? И вот здесь, конечно, очень важно было бы для вас определить характер вашего взросления. То есть ваша мама, она всегда пыталась вот так вот вами как-то управлять, ваша мама пыталась всегда вот так вот как-то вас подчинить. И она всегда говорила, что вам делать и так далее. И вы, естественно, не привыкли отвечать за себя самостоятельно, и поэтому, я полагаю, вы взывали к помощи своего молодого человека, когда нужно было, по сути, вам, как матери, бороться за жизнь своего ребенка. То есть это вот неуверенность в себе и не желание, или, может быть, страх перед ответственностью. Это первое. Второе. Это то, что ваш молодой человек сейчас женат, и он не разводится, потому что боится. И вот здесь, если честно, ну, надо сказать, что тоже впечатлило меня это, ибо мужчина, который боится развода, но это все-то странно. Это что-то странное, и самое, что интересное, самое, что интересное, это то, что видеть ли, если молодой человек сразу не ушел от, ну, от своей жены, которую он, кстати говоря, не любит, то, скорее всего, скорее всего, он от нее уже и не уйдет, и вам это нужно понимать, как следует. Вам это нужно, вам в этом нужно отдавать себе отсчет. Скорее всего, он от нее не уйдет, уже больше. И, надеюсь, что издачу его, конечно, ваше право. Но здесь вам нужно, опять же, в первую очередь думать о себе и о своем ребенке, а не о нем, и не о отношениях с ним. Понимаете? Потому что ситуация, все-таки, на мой взгляд, довольно серьезная здесь, когда вы говорите о том, что вот у меня, там, вот как вы это пишете, сейчас я найду текст. Значит, вот ваш мужчина говорит, так, хотя все его поступки и взгляды говорят попрятные, но он сам говорит, что вас не любят. Да, об этом тоже я должен сказать, почему мужчина, вот, говорит, что вас не любят, но при этом все его слова и поступки, они говорят об обратном. Здесь момент какой. Мужчина один раз уже пережил момент, что вы его бросили, и вы от него ушли, и, да, вы можете сказать, что он от вас ушел, но, в общем, ситуация отвечает в том, что у мужчины явно есть определенный страх. Так, что вот он опять с вами будет, а вы, там, опять, как-то вот его, я не знаю, там, обманете, предадите, или еще что-то. То есть, ситуация здесь такова, что мужчина, вот, когда он решил расстаться с вами, он сделал это потому, что он понял, что вы ему либо не доверяете, либо вы прислушиваетесь больше к своей маме. Ну, а сейчас это действительно правда, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить, вот, и проблема заключается как раз в том, на мой взгляд, что он боится повторения ситуации, и именно поэтому он и не говорит вам, что любит, там, что если бы он сказал, что любит вас, то ему бы пришлось брать полностью на себя ответственность за эти слова, а так он вроде вас не любит, и вроде бы эмоционально он от вас дальше, хотя говорит, что хочет быть сам. То есть, вполне возможно, что мужчина просто-напросто, вот, переживает и спорить, что вы тогда расстались, хотя он решил расстаться сам, и я вас понимаю. То есть, здесь нужно обращать внимание на, именно, поступки человека, на его поведение, а не на слова. А она в данном случае не очень показательна. Мужчина вообще судит по поступкам, а не по словам. Значит, эээ, вот вы говорите, сейчас мы снова в связи, и все хорошо у нас, но один и он пока не уходит, говорит, боится, об этом я вам тоже сказал, что это странно. А, значит, эээ, вот, еще мы с ним решили жить в городе и снимать квартиру, соответственно, ребенка я заберу с собой, когда закончится учебный год, и я уйду со своей работой, школу я уже нашла. Ищу работу, и вместе мы ищем квартиру, рядом со школой. А, ну вот, понимаете, эээ, здесь тоже как-то все очень странно, как вы стараетесь, эээ, жить в месте и снимать квартиру, когда спорнился от своей жены, и не развивался с ней. Вот об этом вам тоже нужно подумать. И я полагаю, что дело здесь, опять же, в том, что вы не до конца, эээ, ответственны за себя. Понимаете? Ну, вы думаете о ребенке и о себе, а вы думаете о нем, и, соответственно, вы готовы ребенка забрать из школы, а, наверное, не понимая, что для малыша это, в общем-то, очень тяжело, когда ему приходится переходить в новую школу. Ну, это можно переведить. Вопрос в том, для чего, ради чего, вот все вопросы, понимаете. А у вас ведь какая ситуация, что мужчина даже вам еще не показал своих померений. Поэтому здесь, эээ, в контексте того, что я вам уже, эээ, сказал, я рекомендую, эээ, поступить следующим образом, и, эээ, сказать, ээээ, ему, мужчине, в смысле, ээээ, о том же, что вы готовы с ним сидеть, но только после того, как он, эээ, разведется, потому что вы хотите, эээ, стабильности, определенности и так далее, и уверенности в себе. Это, это, ваше право, и, я полагаю, что ээээ, вы имеете полное, полное основание, так сказать, и вот то, как он вас примет и покажет вам, имеет ли эээээ, Вообще смысл, имеет ли значение, имеет ли какую-то перспективу ваше с ним отношение. А вот пока все это выглядит довольно-таки, ну, призрачно. Как призрачно выглядит то, что вы написали по поводу здоровья, что он должен был вас остановить от аборта вашего ребенка. Я рекомендую вам сейчас снять квартиру, действительно, может быть, снять квартиру, действительно, может быть, ползить там одной, но без молодого человека и без своей мамы. Вот, кстати, как вы с ней жили после того, как она заставила вас, по сути, сделать аборт и разрушила ваши отношения, для меня тоже остается загадкой. И здесь, пожалуй, очень уместен будет комментарий моего коллеги, который сказал вам, что вам необходимо сфорироваться от своей матери. Это вот, прям, как мне кажется, прям, как комментарий для вас. То есть вам, короче, нам пожить одной, пожить самостоятельно, учиться нести ответственность только за себя и только за ребенка, понять, что кроме вас и ребенка в мире больше никого нет. И вот уже с такой позиции устраивать отношения. Это вот было бы для вас самым правильным. Но очень похоже на то, что ваш молодой человек как-то вот не очень все-таки добросовестно к вам относится. Хотя, безусловно, я верю, что он к вам не равнодушен, но все-таки вам, как женщине, которая теперь несет ответственность не только за себя, но и за своего ребенка, нужно куда больше определенности и больше гарантий, что человек будет именно с вами. Вот, надеюсь, что вы меня здесь правильно поймете. Итак, что делать с вашей матерью, я вам сказал. Вам нужно проработать свое чувство ответственности. И вам необходимо обязательно четкие свои приоритеты и цели установить, потому что пока это все выглядит так, что вы просто принимаете то, что есть у вас. Вы принимаете то, что дает вам, собственно, мужчина. А это не есть правило. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы меня услышали. Надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, будем благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!